Девушки отдыхают На схеме я так набросал Живем в частном секторе И нас разделяет в принципе один забор Вы соседи, соответственно Да, то есть мы с Виктором А это ваш дом, Б это дом отрицей Это мой дом, это его дом У нас есть преддомовая территория, где мы ставим машины То есть если приехали ненадолго На 5 минут, на 10 минут Я свой снег вычищаю, участок свой вычищаю Почему? Потому что знаете, вот сейчас зима же какая была Я значит у себя вычистил, а он свой снег кидает На мое парковочное место И тут я приехал домой пообеду То есть вот парковка А, это ваше парковочное место Это вот моя парковка Парковка Б, это место парковки Отвеча А у него две парковки около дома И получается вот он мне накидал, сделал сугроб здоровый И что? Мне некуда было Мне некуда было поставить машину Я приехал, но знаю, что у него сейчас в семье одна машина И одно парковочное место у него свободное Я думаю, ну приехал, я сейчас пообедаю 15-20 минут, и я уеду Я поставил к нему под гараж на парковку Так, что произошло? Я бы зашел домой, сижу, кушаю И тут просто ни с того ни сего У меня пейджер сигнализация сработала И сирена засигналила машины Получается, какая ситуация? С его крыши, у него двухэтажный гараж Просто упал сугроб размером с мою машину Мне на крышу, на лобовое стекло, на капот Вот, я естественно, что достал телефон Позвонил 112, вызвал ряд ГИБДД Но мне сказали, что ГАИ не ездит на такие мероприятия Потому что это не дороже транспортное происшествие И сказали, что сейчас придет участковый Участковый пришел, составил протокол места осмотра Под ОСАГу это не попадает Это не страховой случай, это не ДТП У тебя ОСАГа нету? ОСАГа у меня есть Почему у меня нету ОСАГа? Вот, и получается, я провел независимую экспертизу Демонтаж-монтаж капота делали Крышу выпрямляли Лобовое стекло меняли То есть все это потом красилось И получается, что там 7500, там 7500, грубо говоря Там 16 И вот тут сумма эта выскочила в 52800 Я ему говорю, ты давай по-нормальному, без суда Вот тебе, говорю, экспертиза, верни деньги Ты же, говорю, виноват, ты же не чистишь свой снег Почему ты вообще, говорю, ко мне свой снег скидываешь? То есть просите взыскать материальный ущерб А конденсацию морального вреда То есть вот обоснуйте мне моральный вред У меня просто был нервный срыв Я не смог нормально работать, потому что машина у меня повреждена Даже естественно, ну машина, ну железо есть железо Нет, железо есть железо Ну объясняю, я ему говорю, возмести мне Я зарплату потерял даже Но вы не заявляете таких требований Вы заявляете компенсацию морального вреда Хорошо, ваша позиция понятна Я понял, про что моральный вред Отвечу, к иск признаете? Нет, ваше число Я абсолютно не признаюсь Я даже его... Разрешите? Пожалуйста То есть здесь я чищу два места Эта парковка моя Возле ворот тоже моя парковка Я их расчищаю И весь снег кидаешь ко мне, правильно? Да ты сюда же бросаешь снег Я не бросаю, я с утра все вылезу Истец Истец Он поставил машину на мое место С гаража упал снег на его машину И он подает за это на меня в суд Вызвал независимого эксперта А как еще было доказано? Полиция приезжала Он еще внес туда все абсолютно расходы Вы все со схемой закончили? Да Он говорит, что это его... Это не его земля Почему она его земля? Вот у меня вопрос как раз Истец У меня как раз вопрос к вам Вот это парковочное место Оно вам принадлежит? У вас есть какие-то правоустанавливающие документы на нее? Нет, парковочное место это общая территория Это прилегающая территория Прилегающая территория всей улицы И почему вы говорите тогда, что он поставил на мою парковку? Вот, я продолжу Мы все чистим, так заведено Отвечу Как понять чистим? Мы все скидываемся деньгами вся улица, чтобы снег увозили Он даже денег не дает Он говорит, вам надо платить и чистить Для этого есть коммунальная служба Почему я должен платить деньги непонятно кому? Есть коммунальная служба Я плачу налог в конце концов Ну если все скидутся, почему ты особенный что ли? Я не обязан вывозить денег У меня от вас документы права собственности на земельный участок и на гараж Пожалуйста Она принадлежит всем, эта земля Это не его земля У нее нет ни документов, ни собственности Прилегающая земля не моя Все остальное мое Дом, гараж Как будто и положим, как он берет, вот сугробы создает Клоун Я просто на тобой в шоке Вот если бы ты на самом деле почистил бы Я тебе сказал, давай без суда, нормально все сделаем Без суда Да вот так вот без суда Зачем вот сейчас Почему я должен чистить? Да потому что ты дурак, ты понимаешь, что дурак Ты даже за суда не можешь Рот твой закрой Прошу всех садиться Поглашается решение суда, которое стороны слушают молча Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон Установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора Решил Иск о возмещении материального вреда удовлетворить В иске о взыскании морального вреда отказать Суд удовлетворяет иск о возмещении материального ущерба Поскольку ущерб, причиненный имуществу гражданина Возмущается лицом, причинившим вред В данном случае массой снега, сошедшей с крыши гаража, принадлежащего ответчику Поврежден автомобиль сца В соответствии с нормами правил благоустройства, озеленения, содержания территории и строений Обязанность почистки крыш, зданий и строений возложена на собственников этих строений Ответчик не произвел своевременную очистку от снега крыши, принадлежащего ему гаража Что привлекло к сходу снега и повреждению автомобиля истца Таким образом, вред имуществу истца был причинен из-за ненадлежащего содержания ответчикам своего имущества А собственник имущества несет ответственность за ущерб, причиненный вследствие ненадлежащего его содержания Доводы ответчика о том, что истец мог припарковать свой автомобиль в другом месте Правового значения для разрешения спора не имеют, так как запрета на парковку в данном месте нет Поэтому суд удовлетворяет иск о взыскании материального вреда Однако отказывает о взыскании морального вреда Поскольку моральный вред, причиненный действиями, нарушающими имущественные права другого лица Взыскивается только в случаях, предусмотренных законом Повреждение чужого имущества, в частности вашего автомобиля, к таким случаям не относится Поэтому в компенсации морального вреда суд вам отказывает Понятно решение суда сторонам? Понятно Следите в следующий раз внимательно за своим имуществом Дело закрыто Прошу всех сказать, это сказка какая-то Следить он будет Решение суда Иск удовлетворить частично Я частично удовлетворен то, что суд принял мою сторону И хотя бы этот подонок возместит мне учерп за машину Ну а поскольку нет моральной компенсации, ну хоть в торец ему зарядил Че теперь? Буду опротестовывать решение суда Субтитры создавал DimaTorzok